Всем привет! Меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Сегодняшнее видео для тех, кто хочет приблизить свой словарный запас к тому, что есть у носителей языка Интересные слова, фразочки, которые не встретишь в учебниках Устраивайтесь поудобнее, поехали! Первое слово звучит немного как имя индейского вождя, полное ухо Это когда кто-то очень долго, бесконечно говорит, отчитывает, выговаривает нам за что-то Учитель очень долго выговаривал студентке за что-то Мне очень долго выговаривали за то, какую же я плохую работу проделала Жир на локте, ну это если дословно, то да Но вообще еще можно перевести как смазка для локтя, если уж совсем буквально Но это про тяжелый труд, синонимом будет hard work Часто имеется в виду физический труд, но не обязательно В переносном смысле тоже используется работа до седьмого пота, мы говорим Вот это оно Им теперь нужно серьезно потрудиться над тем, чтобы продвинуть продукт Она хочет обезопасить нас от тяжелой работы, то есть она хочет, чтобы мы передохнули Еще одно слово Классное слово, счастливая случайность, рандомная удача, везение какое-то Это была просто удача, это было просто везение, вот так найти деньги на земле Тот факт, что он угадал правильный ответ, было чистым везением, таким попаданием пальцем в небо Потому что он до этого никогда даже не слышал ничего об этом Похожее слово, но не путайте, с другим значением То было fluke, а это flunk To flunk – это провалиться на экзамене, завалить тест, вылететь с курса, из университета Вот это все flunk Он пытался учиться в колледже, но вылетел через год Он думал, что завалит химию, но вроде как сдал на троечку Ты все завалишь, ты вылетишь, если не будешь заниматься, в зависимости от контекста Что-то сегодня много слов на F, но это случайно Freebie – это когда тебе что-то досталось бесплатно То есть обычно за это платят деньги, но тебе вот перепало бесплатно Магазин предлагал какой-то бесплатный подарок, что-то такое классное, в довесок К каждой покупке на чек более 50 долларов Вот это было прекрасно Моя поездка в Нью-Йорк ничего мне не стоила, была для меня бесплатной Получается, что за то, что ты знаменит, ты получаешь какие-то бесплатные ништяки все время Еще интересное использование слова garbage, американский вариант Или rubbish, британский, это когда нам нужно что-то обхаять Эта книга просто отстой Фильм был полная ерунда Его идеи просто полная фигня Мне слово rubbish просто ближе, чем garbage Это на чиле, на расслабоне Так можно описать что-то или кого-то После тяжелого дня на работе я люблю послушать спокойную музыку, чтобы помочь себе расслабиться В этой компании такая очень расслабленная политика, которая позволяет сотрудникам работать в очень подвижной, в гибкой обстановке и очень расслабленно себя чувствовать Еще классная фразочка, часто вы ее услышите в разговоре Это когда вы признаетесь, что накосячили, что-то не так сделали Например Ты принес не ту книжку Ты говоришь Да, действительно, мой косяк, пойду принесу то, что надо Я перевела как Вот блин, это какое-то восклицание досады Например Я оставила свой бумажник дома, ну что ж такое-то Следующее слово Обдираловка, когда что-то не стоит своих денег Например Еда была достойной, а вот напитки не стоили своих денег Или ты можешь такое восклицание сказать Это такая обдираловка, за что такие деньги Вот такой смысл этого слова И закончим мы с вами на слове Эйс Туз, вообще-то Эйс Вентуру, наверное, вы тоже помните Но еще это слово переводится как Экслент Великолепный, классный, крутой Например Она очень клево танцует Или Он очень крутой игрок в футбол Подождите, какое-то есть слово для этого Футболист Футболист Он очень крутой футболист Вот на этом крутом слове мы с вами сегодня и закончим На сегодня это все Пишите в комментариях свои примеры с новыми словами И до встречи в следующих выпусках Пока-пока